Запрещается обстановка ограждений на территории на плотину жилых домов. Этот запрет прописан в правилах землепользования и застройки и благоустройства города. Однако депутаты предложили пересмотреть данную норму. Связано это в первую очередь с проводимой программой по благоустройству дворов. Последние примеры, в Уральском 58, показывают то, что мы вкладываем деньги, а сохранить не можем. И очевидный выход, как жильцы этой, это установка, защита перелита. Установка ограждений уже практиковалась в городе. Главное условие – это желание самих жильцов установить забор и обеспечить проезд экстренных служб. Замечательные дворы, замечательное благоустройство. Люди живут и обеспечивают доступ и скорой помощи, и пожарной охраны, и защищают те вещи, которые создали. И это работает не только в Нижнем Тагиле, и почему-то не у нас только, а почему-то сегодня. Значит, мы ставим людям, которые хотят заниматься именно благоустройством и сохранением, мы ставим им припор. Еще один довод – за заборы, безопасность, ограждения не позволяют устраивать сквозные проезды. Также дети не смогут выбежать на проезжую часть. Главный архитектор города предложил вынести обсуждение этого вопроса на официальный сайт. Хотят ли тагильчане оградить свои дома? Депутаты городской думы озвучили идею разработать соответствующую законотворческую инициативу. Для города также важной является приватизация муниципального имущества. Ее итоги подвели сегодня в заседании комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию. За код удалось выручить 158 миллионов рублей, хотя по прогнозу должно поступить в казну 700 миллионов. По ситуации хотелось бы выразить пожелание более активной продажи муниципального имущества. Но, к сожалению, пока ситуация в экономике, прежде всего в экономике города, показывает, что предприниматели пока не активно выкупают имущество. Кроме того, сегодня депутаты выбрали заместителя председателя профильной комиссии. После сложения полномочий, место, которое занимал Антон Гусев, стало вакантным. Его занял депутат, получивший мандат от ЛДПР Кирилл Романов.